Кто-то начала сканировать, а потом забыла от меня. У нас сегодня у Анечки обследование на 3D-сканере. Люба Диангар, наш любимый доктор, которая сейчас проведет сканирование. Все, что происходит в организме Анечки. Вплоть до стенки сосудов, состав крови. А что еще? Что вы наточни? Объясни, что это не фотография сканирования, а именно митохондриевая активность. Митохондриевая активность. Разных органов, да. Поэтому моделируется с точки зрения митохондриевой деятельности. Анечка сейчас должна молчать, не шевелиться, потому что идет как раз самое основное такое вот сканирование. Это производится изменение 350 параметров, а потом делаются расчеты примерно со скоростью 10 тысяч расчетов в секунду. И рассчитываются другие параметры, которые невозможно померить сразу же. То есть, это расчетные параметры и замерительные параметры. Выводятся различные данные и по сосудам. По жесткой сосудам. Да, вот этот параметр интересный, он такой очень высокий. Это называется докротикал ассистиндекс. Когда он очень высокий, то он имеет такую высоту, вот только в двух случаях. Это когда не хватает протеаза, который переваривает мясо. Я не ем. То есть идет, ну вообще белок плохо переваривается. Или нехватка витамина С. То есть вот в двух случаях он тогда высокий такой. Он может давать такие обмороки, слабость, такие. Если быстро с кровати встать, то будет такое головокружение. Потому что в сосудах не хватает вот этого формы. Упругости. Упругости не хватает. Кишечники. Ты видишь, вот на экране показаны уже внутренние органы. Ну он моделирует с точки зрения воспаленного процесса. По забору кислорода, сколько кислорода он уберет. Каково давление газов там. Это вот расчетные параметры. Потом это все моделируется на модель. Ну сейчас закопаемся. Почему так? Тут вот здесь нормально. Ага, смотри. А есть воспаление мочевого? Да, вот пусть он снимет. Ага, вот так. Палец, мизинец большой, мизинец. Это важное упражнение. Делать его каждый день несколько раз. Попробуйте. Ань, покажи, как ты это делаешь. Да, сейчас открою. Значит, большой палец и мизинец другой руки. Потом ты меняешь. Потом я уже запутал. Это сложно. Сложно с первого раза. Но это очень важно для работы. Мозга. Для работы. И для работы памяти. Да, и причем это нужно делать постоянно. Постоянно. Потом ей нужно вышивать или бусы собирать. Или что-нибудь вот такое мелкое делать. Мелкую моторику развивать. Вот вязать, вышивать или бусы делать. Вот можешь с дочкой смаживать, да, бусы. Ну, можно. Делайте бусики вот это, нанизывать. Можно горох купить разного цвета, его перебирать. Обязательно. Берешь зелененький, коричневый. Это чтобы тебе пальцами мелкий горошек вот так. Раз там. Или бусик, или горох. И вот так вот, видите, вот. Как в старину делали, да? Перебирали горох. Да, очень полезно. Так, и второе упражнение. Второе упражнение. Заяц. Знаешь, заяц, да? Зайка. Ну, зайка. Просто зайка. Окей, на зайчика похоже. А, это коза. А, да, да. И меняем. А, да. Ух ты. И можно это же упражнение делать, только руки вниз держать. Это то же самое. Ну, Клани, сделай зайку и козу. Зайку и козу. Зайка. Зайка, коза. Коза, теперь меняй. Зайка и коза. Вот, вот, ну, вот так вот делай. Хотя бы так. Хотя бы так. Отличный упражнение. А тебе руки вниз, и то же самое. Да, то же самое. Зайка и коза. Руки только внизу. Да? Можешь тогда. А в чем разница, когда ты руки опускаешь? Ну, это мозг, ты не видишь руки. Тебе нужно... А, мозг по-другому работает. Да. Да, и тебе нужно, так, зайку и козу, вот так вот. Поняла? Да, да. Вот такое вот простое упражнение, но оно действенное. И третье упражнение, я могу сказать, да? Значит, это может быть и лёгкое для тебя. Иногда людям лёгкое. Значит, так. Это левой рукой, правое плечо. А вот правой рукой трогаем ухо. Ага. Так? Угу. Теперь мы хлоп, и теперь обратно. Теперь хлоп. То есть, менять руки? Да. И теперь меняем. То есть, если было вот так. Иногда оно, кстати, и может быть просто. А иногда может быть сложно. Слушай, ну это работа мозга конкретно, чётко. А люди уже настолько отвыкли работать головой, мозгами. Ну, иногда вот это проще получается. Конечно, вот с пальцами как-то посложнее, да? Да. Ну, и вязать надо. А ты умеешь вязать? Да. Да, я умею, я научу, научу, я умею, умею. Вот сиди и просто шарфы вяжи, что-нибудь. Я назову это видео «Три упражнения для мозга». Так и назовём «Три упражнения для мозга». Ну, я их больше знаю. Ну, мы потом выдадим, да, потом выдадим больше. И руки согрелись? Да, у нас теперь задача вот этот мозг привести в норму. А в норму мы видим митохондриевая деятельность очень низкая, что связано вот и с потерей памяти, с плохой координацией, вот эта забывчивость может быть, это вот такая. То есть у нас надо довести их до цифр примерно 45. Ну, пусть даже 35 уже будут какие-то изменения, да? Потому что так потом человек, конечно, себя плохо чувствует, такой вялый, будет уставший и плохая концентрация. Ещё кишечник, конечно, большую роль играет. А пеницид есть с собой? Да. Такое ощущение, вот там воспалительный процесс. У меня там воспалительный процесс. Это, конечно, политический. Так всё детально видно. А вот, например, это может быть психологически, может быть пищевательный. У неё, как сапермиобилотин. Это как? Проницаемость клеток кишечника, она увеличена, она неправильно работает. То есть это с кишечником точно идёт. Всё так, это понятно уже. Так, и, конечно, важно уже нервный фидбак сделать, потому что как-то, ну, чувства привезли. Сейчас посмотрим, какие эмоции тут. Ещё эмоции пока по вагусному нерву. Ну, так никаких особых нет. В основном кишечник. Вот точно, вот этот какой-то удар был, он очень сработал на лёгкий и на кишечник работал. Это вот удар был вперёд, а потом уже кишечник. Того, что идёт, это с кишечником, с инфекцией с лёгким, перекатом. Это объяснение, что такое сердце, вот что связано с этим. Потому что её надо лечить не через ноги, а через руки, вот через эти точки. Давай туда Элина поставит. Так, после диагностики будет такое вот лечение ультразвуком, электрозвуком. Левая сторона? Ну, прямо как классик. Ну, такое редко у нас приходят с такими. А у неё и вся левая сторона. У неё не медь. Когда делали массаж, мне сказали, что у меня левая сторона очень напряжена. Ну, тут не только левая, тут и правая тянет не в ту сторону. Как бы все мышцы, это моделирование мышц натяжения. Вот там, где ненормально натянута, они серыми. Там, где идёт ненормальное натяжение, оно идёт вот так. В лёгком точный эффект. Точно, точно. Пока мама у нас там сканируется, мы с ребятами здесь в отдельной комнатке ждём её. После она присядет вот в то кресло, где Павлик, и на приборе с электродатчиками пройдёт лечение. Это займёт несколько часов и несколько дней. Это клиника Любы. Находится она в Калифорнии, Коста-Меса. У неё есть несколько клиник, которые находятся по всему миру. Это в Мексике, в Испании, и, по-моему, где-то вот в Азии ещё она про неё рассказывала. Вот здесь принимают клиентов, там кабинеты. Их там, по-моему, 4 или 5. Ресепшн. Там людей лечат. Кухня. Вот они водичку пьют. Анечка сейчас сидит вот с этими датчиками. Идёт процесс лечения и, как он правильно называется, уничтожение вирусов и бактерий. Что ты чувствовала во время сканирования? Во время этого сканирования было такое недомогание лёгкое, слабость. Сейчас я хорошо себя чувствую. Сейчас практически никаких особых ощущений нет. Маша, ты что трясёшь руками такая? Не знаю. Всем понравилось, как ты вчера танцевала, и тебе столько лайков поставили. Передавили ребятам воздушный поцелуй. Товарищ хомяк. Товарищ хомяк. Мальчик хочет кушать. Мальчик не хочет в Тамбов. Мальчик хочет кушать. Мы тоже кушать хотим. Мы все хотим кушать, потому что процесс долгий, а мы завтракали в 10 утра. Ну, во всяком случае, я теперь знаю, как свои проблемы. Проблемы моего организма. О да, причём они очень хорошо, чётко откладываются с воспоминаниями, что было, как, чего было. Да, ну, дай бог, дай бог, вылечим. Вылечим тебя, вылечим меня, всех вылечим. Обследование и то, что сегодня прошло, такой небольшой курс лечения у Анечки замечательно окончено на сегодняшний день. Не переживайте. На самом деле, ничего такого криминального в здоровье ни у меня, ни у Анечки нет. Это связано с каждым человеком. У каждого у нас были либо травмы, либо были физиологические какие-то повреждения, ведущие к увеличению бактерий, вирусов в организме. Поэтому это, назовём так, это традиционное лечение, которое проводит Люба Диангар, исследование, что у тебя в организме на данный момент, и как это исправить, потому что, на самом деле, как показала практика, исправить можно абсолютно всё. У Анечки в 17 лет мы избавили от панкреатита в Москве. У доктора Агулова, наш доктор Константин Анатольевич. А сейчас, вот, кстати, помогая этой клинике Агулова, мой друг Хазов, Олег Хазов, проводит онлайн-обучение, проводит, так скажем, терапию, практику в Москве. Олег Хазов, можете посмотреть его канал, я дам ссылочку под низом. Это не реклама, это рассказ о людях, которых я уважаю, и которые делают большое дело для того, чтобы люди были здоровы без лекарств. С вами был Олег Забугорский. И мисс Анюта. Пока!